всем привет с вами снова лиса и йорик и это канал вилла в play мы продолжаем в медиум и теперь нам нужно как-то попасть на третий этаж ведь девочка по имени печаль убежала от нас да у нее то там есть лестница у нас нету ну-ка давай там применим свои суперспособности да вот-вот мы видим ее следы они ведут наверх но нам-то туда не попасть а ну закажем лифт он лифт может все еще работает да не может быть все так просто если бы он работал то бы и девочка на лифте тоже поехала печаль лишь жаль что я не знала ее настоящего имени чертов не кипятись марианна сделай глубокий вдох и и мы выходим из тела и идем и идем куда-то мы идем не вот распределить распределительный щиток нужна энергия до кона еще вот что умеют надо поторопиться ну что будем искать свет таки зачем нам тогда верхний экран если мы со мной нижним управляем выход из тела это похоже на прыжок в ничто если чересчур задержаться там тебя может затянуть хотя смотри вот немножко экран то больше стал нижний да ты же вернулась слегка да да подожди мы мы исчезаем похоже может далеко нельзя уходить я просто вижу я вижу энергию я не знаю могу ли я дойти до нее от тебя сейчас ничего не останется ну же так а это время идет делать они в этом не в расстоянии нужно быстрее все соображать эх в воду не потусоваться так вернулись в тело и выходим дверь у нас здесь на другим недоступно нет мы на втором этаже там нету в лифте кнопки 3 тут аспер кнопку 3 блин просто лифт не едет на третий этаж то опять что блочит а можно мне вернуться в мое тело и убрать тело духа она у меня стопорит ты видишь что у нас лестница на месте ну-ка марьяна выходи из этого режима картины известного во многих странах художника ричарда тарковского впервые в доме отдыха него с 14 июня по 30 июля 1982 года когда же мои будут известные воспроизведения знаешь мне пока не понятно потому что вниз вниз нам не нужно наверх нам не пройти тогда обратно в лифт искать кнопку может быть что-нибудь здесь а вон дверь справа а я не понимаю зачем мы тогда вообще открыли лифт так сейчас мы на кому-то же вот теперь мы на втором так и куда она делась у них видимо не считается этажом нулевой этаж первый этаж это нулевой этаж ну да мы как будто бы на третьем мы на втором но на третьем что там под ногами валялась карта там же не особо нужно мы же ее осмотрели начало сказала там принято так здесь у нас закрыта для девочки это может третий этаж ну вот и коридор что это тебе нравится тесное пространство ну смотря какие если тесные пространства с тобой тут мне не пройти тогда идем дальше черт возьми что здесь происходит вообще вот жевал я не знаю что я так умею да ты возбуждаешь себе новые способности так мы вышли из тела и можем зайти в какую-то комнатку что у нас здесь странный ключ ну и в принципе больше больше ничего любопытного здесь нет а что ты оставила свою нет так попробуем снова а ты дальше не прошла может там еще что то есть летят твари нет они там просто тусят видимо чтобы мы не вышли отсюда какие то консервы там или что то в этом роде ну зачем нам это нужно просто посмотреть что там ничего нет дырень а ты на какой экран смотришь я на левый смотрю иногда на правый ну-ка послушаем что они говорят да работа над этим да знаю просто да понимаю просто дайте немного времени несколько дней и вы получите то с чего хотите этот голос не знаю почему но у меня от него мурашки чуть я мой голос не устраивает да ты знаешь что от тебя мурашки у всех похоже иначе никак отлично боитесь все меня подожди но вот теперь она говорит что нам нужно идти вниз давай тогда пройдем по коридору подожди тогда туда прыгать не нужно что ли нам нужно прыгать она может быть мы пройдемся по коридору и посмотрим что там мы же не были везде или ты не любишь исследовать местность я люблю можно было и сразу так какая-то щель впереди фу гадость похоже на плот это за что кожа надо надрезать у меня ничего нет как это ничего нет а руки тебе для чего руками никак ногти маленькие никак не подарила взяла бы пробила бы хэдшотиком апперкотиком точнее и прыгай страшно страшно не думай ни о чем просто прыгать эй эй поаккуратнее можно прыгать это что еще было охренеть ты тяжелую это комната здесь так холодно она дышит скорбью одиночество так что там что то можно сделать с этим но что справа вообще какая-то хрень заряжайся искра слишком слабая впитать ее не выйдет как будто чего-то не хватает дополнить надо искру старый рецепт знакомые медикаменты даже слишком знакомы да ты же медиум тебе все кажется знакомым 14.06.1971 год имя Урсула Анна фамилия Ростковская возраст 41 вес 53 кг дата рождения 24 мая 1930 года лечение пипифозизм фезин буспирон история болезни Урсула Росткова диагноз депрессивная расстройство истерический невроз бессонница надоедание недоедание назначена электроэлектросудорожная терапия повторное получение медикаментов 6 раз ужас сколько таблеток приходится есть некоторые предметы выбирают в себя мгновения прошлого нужно лишь нажать в определенном месте чтобы выпустить их что ты делаешь используйте мышку чтобы найти точку воспоминания ну что соединяем смотри смотри появляются персонажи ах подсолнух что за жребий мерит солнце шаг дневной моей любимой сиделки о господин Тарковский не стояло прошу вас это меньшее что я могу сделать благодарность за вашу работу ах счастливое воспоминание может здесь не все так мрачное и тоскливо подожди он что там подарил это одуванчик какой-то цветочек что ли а подсолнух подсолнух все понятно мистер так уху 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 черт их тут тысячи чтобы пройти мне нужно больше энергии подожди так может разбежишься и ударишь по ним подожди 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 вот что-то есть грустная сиделочка это печаль понятно тут закрыто вам не пройти окей идем обратно что-то пропустили может быть и здесь так а здесь что у нас вернулись значит идем дальше по коридору пилюли будешь принимать сейчас узнаем подробности что они тут лежат идиот глупая старая ведьма действительно с чего бы он относился ко мне как-то иначе это не просто горе не просто отчаяние это письмо сломало ее угу ну и что же там написано ну давай посмотрим что ее возлюбленный муж или парень написал ей дорогая Урсула ты наверное гадаешь почему я пишу тебе письмо а не говорю с тобой лично причина к сожалению очень проста я пишу тебе потому что я трус я не решился лично сказать тебе то что должен то в чем необходимо признаться мне невыносимо даже думать о том что я разобью сердце настолько чистого и светлого человека Урсула дорогая моя Урсула те месяцы что мы провели вместе подарили мне счастье ты всегда была со мной как же чудесно была наша дружба но это была лишь дружба близкая настоящая безмятежная и навеки обреченная остаться лишь дружбой прошу пойми мне всегда было сложно довериться кому-то либо то что мне пришлось пережить сломило меня и изменило настолько что ты представить себе не можешь ты заслуживаешь человека который будет тебя беречь и разделить с тобой и горе и радость как хотел бы я быть этим человеком но увы невозможно описать мою боль ведь в глубине души я понимаю что на этом письме наша дружба заканчивается прости меня твой друг рт трус рататуй твой друг рататуй а не пройти больше никуда здесь мы тут что еще в любви тут разбираться будем семейных отношениях вообще без нас никак а а вон а че там слева прыгай так туда не просочиться нет здесь у нас тоже опа черт тут все разваливается похоже придется нырнуть еще раз да у нас нету ничего острова ну-ка ныряй а боже ненавижу но придется придется пробираться прямо по краю ты же это можешь всегда делать да и нужно делать это максимально быстро иначе мы растаем ну не умрем же а нет 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 ты не то нажала да я думала как-нибудь воспоминания посмотреть вместо этого нажала на кнопку возвращения в тело а а а а а а а а горшок пустой что-то в нем должно быть так ванна кровь смотри кровь течет а господи зачем ты не сказала про кровь это внимательно на него смотреть стал что потом подохранил немножко вот это скример ребята все живы напишите в комментариях вы остались живы там я такой смотрю думаю игра вообще не хоррор ничего это должно быть страшного а тут херакс какой стример неожиданный это не бритва это вина стыд сожаления ни хрена как есть такой бритвы бриться то ему и там бритва из костей так тут у нас что-нибудь есть надо быстрее 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 ходить ничего ничего нет все ты можешь палатку резать подожди меня смущает этот горшок а ну я но я ничего не могу сделать а если ты склеивать не можешь нет видишь недоступно по всей видимости нужно вернуться разрезать разрезать эту ткань эту кожу да да уж это было пугающе приятно а так вот мы сюда и вернулись куда мы вернулись в эту же комнату нет ну вроде нет не знаю не похоже интуицию ты я знаю что ты там вот бы собраться с духом и вырезать тебя ты не достоин жить ты ничтожество я ни разу думала о том чтобы покончить со всем этим но я боялась что часть меня может остаться на той стороне никогда никогда да никогда не нужно думать о таком методе уйти из этой жизни вон горшок это мне пригодится это воспоминание настолько яркое что светится до сих пор так вот поцелух что ты с этой фильме не можешь ничего поделать да с этой все здесь все осмотрели а вот то что там в воздухе летает нет не могу это след тебе сказали просто что воспоминания очень ярко и до сих пор светится теперь нужно идти обратно к этому месту и у нас наверное хватит энергии я задумал это тоже нужно склеивать и что появились вот как эти два человечка тут появились нет я думаю нужно вот так вот взять не поставить сюда под саму вот так вот так теперь она достаточно сильная можно заряжаться отлично подождение назад 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 так теперь можно наверное выйти отсюда так здесь мы не выйдем да нам нужно идти налево надо вернуться и ткань ту разрезать нажмите удерживайте чтобы призвать и духовный щит пошли прочь отсюда вы меня не возьмете как мотыльки на пламя у вас ничего не выйдет и достижение средней прожарки поджарила теперь и перекусить можно а нам куда-то наверх ну все это же третий этаж и мы вернулись назад к этой коже как раз таки нужно найти чем что у тебя же есть чем разрезать давай жми что ты а я думаю опять искать нужно мы потратили я думаю неужели она выкинула эту штуку на что там духовность давай призывай шарик а как подожди как его призывать еф нет это не и нет видишь ты потратила всю энергию чо нас убили нет ты еще жива чо нас избирает пронесла снова рисунок грустная си девочка угу 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 и больше идти некуда дам тогда назад искать открытые двери девчонка почему ты убежала от нас какая-то газетка отвоеванная история небо полыхает по лесу разносится эхо взрывов искры сыплются на развалины где-то неприступного форта пуласки где в 1945 году шили ужесточенные бои с нацистами но в этот раз ночное небо озаряли не бомбы и снаряды а фейерверки в честь открытия партийного дома отдыха Нива на событии присутствовали партийные лидеры включая генерального секретаря который произнес пламенную речь пусть земля на котором наш народ самоотверженно боролся с захватчиками в дни мира и процветания станет местом отдыха для рабочих республики он сказал он это историческое место освобожденное от оккупантов 1945 году силами красной армии сейчас проходит реновацию и вскоре будет открыто для посетителей в конце июня партийный дом отдыха Нива примет своих первых гостей забронируем номерок нет уж в таком отеле не хочу управляющий на тумас марианна печаль господи пожалуйста не делай так больше я же велел идти земной печаль не сердись это огромное здание я заблудилась ты просто не отставай хорошо хорошо я пойду за тобой прямо хвостиком ты смешная этот сам томас рекович что а точно ты говорила что вспомнила кого-то по имени томас это был томас ракович он был этот управляющим наверное как думаешь он еще тут я я не знаю тут был один старик совсем недавно кажется думаешь это был томас ой я не знаю одинаковые морщинистые старые нехорошо так говорить что ж если мы его встретим я пожалуюсь на насекомых гриана знаешь ох не стоило нам сюда приходить все хорошо печали гляди тут никого нет печали не нравится мне все это все почти готово главное здание вышло еще лучше чем я ожидал осталось доделать менее заметные части этого дома отдыха черт это идеальное место удаленная тихая скрытая от любопытный глаз хочешь что-то спрятать положено самое видное место долго не пришлось их убеждать разрешить там остаться но ничего убеждать я умею а я наконец придумал назову его него стоило мне войти в комнату на меня нахлынули эмоции тревога страх и тоска я сразу понимаю что эти часы хранят в себе какой-то секрет заперто и у меня ничего нет чтобы можно было использовать ключ опять искать торжественное открытие а это что первая секретарь партии у них были большие планы на это место да там лица все размазаны ну-ка ну-ка что-то у нас тут лежит черт что возьми черт возьми что тут произошло когда я коснулась телефона меня передернул им кто-то недавно пользовался чтобы позвонить мне неужели это тумас следы огня разбитое стекло и это что соль бабочки летают мотыльки кто-то совсем недавно это написал посмотрим что дела 3 утра подъем будильник не включать не выключать 3 15 лекарства 3 30 перепроверить дорожку в лесу 4 утра добраться до гостиницы выкинуть старые документы 5 утра продолжить эксперимент если останется время проявить фотографии 7 утра перепроверить кабинет книги 9 утра зайти к кто-то встает в 3 часа ночи работает кто-то им пользуется вот ты и будешь пользоваться что это фонарик слишком маленький для дверного замка значит в часы для часов как раз подходит интуиция нам подсказывает да что нам нужно подойти к часам но мы и так это поняли уже вот теперь ты фонарика ну папа сзади план есть это подпись значит он спроектировал дом отдыха кто же ты томас ракович он нам и звонил за то все видимости нам так ну что ж посмотрим заводи передвинуть стареете часов ага ты помнишь ту бумажку 10 утра 3 утра ночи и чё там нам нужно определенное время по всей видимости давай посмотрим заметки ха а что нам нужно вот список где подъемы лекарства перепроверить дорожку добраться до гостиницы эксперимент мне кажется может быть на 5 утра давай попробуем на 3 потом если что на 4 и на 5 ты начни двигать дальше двигается вот вещь мы все узнаем это томас нам просто все показывается как было в это время все какой-то проход я сдвинула стрелку часов и тут же поняла что нашла стык миров такое редко встретишь но мне случалось похоже придется нырнуть еще раз кто-то очень постарался чтобы спрятать этот проход интересно что здесь в обычном мире мне жутковато здесь получается нужно сначала зарядиться да опять нужна энергия интуиция что нам подсказывает не хочет она нам подсказывать тогда думай думай так надо найти на что действовать что-то ничего не находится да и этот круг он тоже ничего не дает тогда подойди вот к этому снова к вот этому да вообще никак ничего здесь не видно интересно ты сейчас исчезнешь так вернись обратно и снова сделай ничего не вариант все ты испарилась что ты умерла а чё а я думала что можно меня как бы автоматически вернет еще захотела но обычно в играх именно так и происходит ну теперь то мы все знаем поэтому подбираем подбираем все что есть да 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 мы уже знаем типа мы все зачитали а ты не думаешь что нам нужно промотать потом время на другую линию и где-то там будет нужный нам предмет на столе возможно тогда зачем она говорит что нужно снова прыгнуть ну что ж посмотрим основа это все томас и там проход смотри смотри в духовный колодец я могу впитать из него энергию ах вот что мы не доглядели ну теперь то мы уже умнее стали так вот это самого конца стрелки до самого конца вот уже всегда такие дела не знаю смогу ли ладно соберись мы у тебя немножко позаимствуем туда энергия ну проход открывайся похоже придется нырнуть еще раз надо проверить проводку не хотелось бы там застрять тема идет проверять проводку и скрыт посмотрим и сработали да ты электрик и соли так это понятно подожди я где что должно сработать тоже в том мире что ну не знаю как этот шкаф то открыть ну-ка ну-ка наверно подойти нужно давай здесь посмотрим ничего нельзя а если подвинуть время может быть нужно подвинуть когда дверь закрыта потом потом подойти все и энергии что ли нету не сделать почему энергию то можно сделать но зачем она мне вот она давай впитаем и на потом ты шкафу все внимательно осмотрела да здесь ничего нет ну что ж будем искать и и и и Продолжение следует... 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 но кого из себя что ли вот он хорошо это все ничего себе тут бутылка канистра ну что мы готовы приступать давайте то подожди надо не напортачить и так как он весь расписан написано давай глоток доставай так вот же подожди куда второй ставить поставили надо в них макнуть только слева направо или справа налево 123 слева направо видимо да потом повесить на прощепку проявители стоп раствор фикса ну а хотя я думаю разница нет конечно так ой подожди фото бумагу положили свет включили подожди ты секунды считаешь а ты в эти вот какие-то злита мнения подожди теперь положили сюда фиксатор подожди я я хотела нажать посмотреть что там проявители стоп раствора и фиксатор мы чё положили фиксатор проявитель нож вот фиксатор вот вот все 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 нормально подожди давай сначала зальем мы залили проявители потом фиксатор до нужен ты бы завела все вот я говорю потом фиксатор нужно для ну так посмотри еще раз нет вон написано стоп стоп в чё там стоп раствор стоп раствор до перфиксатор так теперь окунаем нашу фотографию сначала сюда а так по 3 секунды все вроде пошло на типа автоматически наверно отлично и теперь последняя до слишком рано нужно подержать подольше раз-два-три мы обучились быть фотографами ай да проявлять фотографии неужели это мы это казалось легче чем искать кнопку в шкафу что за чёрт кто здесь какого чёрта здесь происходит это все мы это вся наша жизнь